Такого количества спецтехники новый аэропорт еще не видел. Водители спецкоммунсервиса временно сошли со своих маршрутов, чтобы принять участие в конкурсе профмастерства, так сказать, не отрываясь от производства. Предприятие работает без выходных. Это сближает коллектив, во-первых, этот конкурс. И каждый год мы его проводим. Люди интересуются, конечно, как это все будет. В этом году мы первый раз проводим на спецтехнике. Если раньше были на других автомобилях, то в этом году усложнили. Именно с городскими условиями, потому что очень сложно стало работать в городе. Машина, которой пришлось управлять участником, единственная и неповторимая. Другой такой на предприятии нет. Здесь и коробка передач особый, и двигатель, а рычаги расположены так, что с непривычки можно запутаться. Но мастера своего дела совсем не волновались. Каждым годом просто результаты лучше-лучше. В этом году, наверное, думаю, призовое место возьмем. У нас каждый день вот это вот с утра до вечера. Просто вместо вот этого у нас микро-районы. Вот и все. Это третий финальный этап соревнований. И допущены до него только 10 водителей. Позади у них успешная сдача теории. И первый этап практики – замена колеса. При работе на полигоне табу, при выгрузке, то есть попадаются острые предметы, которые часто режут колеса, то есть периодически им приходится портировать колеса, то есть менять камеры, соответственно. Во-первых, в этой части оценивается техника безопасности, то есть чтобы не было никакого травматизма, то есть правильность сборки всех действий. На заснеженной площадке водители пытаются за пять минут, и что важно с первого раза укоротить незнакомый автомобиль и без сучка и задоринки выполнить замысловатые упражнения, в том числе и осуществить подъем и спуск контейнера. Есть люди, которые работают на простых газонах, это клетки. Есть задняя загрузка, грубо говоря, даже всякие КАМАЗы. У них гидравлика по-разному, то есть рычаги по-разному работают. И, соответственно, есть люди, которые хорошо справляются, есть люди, у которых есть замечания. Скорость здесь не имеет значения. Все внимание – техники. Нужно изящно пройти змейку, маневренно вписаться в круглый тоннель или сдать назад, будто лавируя между авто в тесных микрорайонах. Дело привычное, уверяют участники. Главное – не принимать трудности близко к сердцу. Я уже как пенсионер, и я стажирую молодежь. Ну, так-то, конечно, и советы даем, и попадаются всякие. Одни нервничают. Советую, что вообще не надо работать на такой машине. Потому что машин много в городе. Попадаются всякие водители, которые упрются где-то, не разъехаться с ними. Валерий Спахов, как и остальные участники, уверен в своих силах и метит в чемпионы. И на соревнованиях у него есть значительное преимущество. В ответственный день его пришли поддержать жена и дочь. Впечатления какие? Обычные впечатления после любого соревнования. Легкая эйфория. А ориентировался, помогал. Опыт, наверное, помогал ориентироваться. Все-таки уже лет 20 как за рулем. То есть, ничего страшного в этом нет. Проехал, проехал. Некогда теряться. Не думаешь о потере. Думаешь о приобретении. Все-таки надо какое-то место повыше занять. Интригу конкурса держали в секрете до последнего. Имена победителей стали известны на церемонии награждения в честь Дня работников автотранспорта. Год прошел, и мы опять празднуем этот праздник. Хочу пожелать вам здоровья. Всего самого хорошего. Счастья вам, вашим семьям, вашим всем близким. 20 человек получили почетные грамоты и благодарственные письма за высокое мастерство, безупречную работу и достигнутые успехи в труде. Специальные призы для конкурсантов подготовило нефтьюганское отделение «Единой России». В политической партии отметили активных участников, вручив профессиональные видеорегистраторы с максимальным углом обзора. Участие партии «Единая Россия» в конкурсе профессионального мастерства среди водителей предприятий спецкоммунсервиса уже стало доброй традицией. И не зря, потому что, наверное, само предприятие, коллектив – это прежде всего лицо города. От слаженности их работы зависит, насколько наш город будет чистым, уютным, красивым. Более габаритные призы достались победителям. Третье место в конкурсе на звание лучшего водителя спецкоммунсервиса занял Валерий Спахов. На второй позиции – Григорий Банников. Ну а главный приз у Владимира Туценко, который уверенно обошел остальных участников, набрав наибольшее количество баллов из 1645 возможных. Нет, приз-то хороший, приятно просто. Чего хотели, того добились. Мы с сыном соревнуемся. В смысле соревнуетесь? Ну, у него по своей, по баскетболу занимает места, пытается. Вот, я тут. Просто интересно, попробую себя, как получится, что будет. Попробую в своих силах. Каждое утро, просыпаясь, мне это сил придает. Семья – это семья, это мой дом, моя крепость. Без них я никто. Конечно, очень хороший приз, особенно рада жена этому призу. Спецкоммунсервис 15 лет работает на рынке коммунальных услуг, занимается санитарной очисткой города, а также осуществляет транспортные услуги. Сейчас на предприятии трудится 117 человек. Из них 52 – водители, профессионализм которых сомнений не вызывает. Елена Раянова, Виктор Жбанов, Дмитрий Шестопалов. Телерадио компания «Юганск».